хотим вам похвастаться у нас вот такое вот приобретение мы купили электро мясорубку полярис или polaris полярис называю правильно наверное будет polaris вот и сейчас делаем распаковочку заказали на вал вес цена ее 9 10 до почему 10 9 с чем-то было а ну если округлить да ну в общем за 10000 сейчас покажем ее вам поближе распакуем ну и заодно и проверим здесь вот такие вот три бомбасики к ней штучки ты не знаю для чего но в инструкции в инструкции будет написано это вот такая вот перемалыватель на 3 миллиметра есть еще на 7 здесь мы покупали и на мелкий на крупный фарш ой мне так нравится что вот эта железная штучка лоток что не пластмассовая класс это здорово чистить а вот эти штучки чистить и и сам корпус тоже железный вот я уже вижу тоже и в нем вставлена насадка на крупный фарш вот там же нож нож нормальный и вот эта вот штучка тоже хорошо что желез железный лоток и железная вот сама сам корпус так горешь это положи к этим чтобы там еще что-то в коробке лежит сейчас будем смотреть мама мясорубка мощностью этой мясорубке две с половиной тысячи ватт то есть она как там написано за три минуты за минуту прокручивает три килограмма фарша ну так написано вот смотрите такая симпатичная симпатичная давай посмотрим что в коробке мы ее заказывали с насадками чтобы можно было морковь перетирать капусту драники делать ну в общем это такой мощный агрегат вот они насадки тоже мне нравится что они железные они пластмассовые а ты можешь достать вот мне нравится что они железные а это что фарша так мелкая терка и крупная терка вот еще слайсы нет в этой нет слайсов а точно еще вот она уже вставленная это эти слайсы делать резать на кусочки но она как правило очень редко нам нужна мы в основном пользуемся вот такими да это универсальная такая усовершенствованная модель помните у меня ручная была там тоже были вот такие насадки но это вот она покруче будет вот она это слайсы резать потом чипсы делать картофельные так и я не вижу толкателя а вот толкатель а вот это именно если вот это корпус пластмассовый уже это если вставлять насадки так толкатель есть вот он толкатель ну в общем то мне нравится что вот этот лоток он не пластмассовый для колбасы я так понимаю эти насадки дай горешь колбасу домашнюю делать это чистить о работает это чистить насадки для фарша как же горешь регулировать мощность а гривес обраку поняла ага ну вот в общем нет это просто в общем есть у нас такой функции реверс это например чтобы вот там и крутим крутим а потом раз включили вот эту функцию и она назад прокручивает это чтобы для чего вообще это игореша ты понимаешь я вот не могу да хватит шутить девочки шутит игореша так в общем девчонки опять мы заказали мясо и детям килограмм 8 наверное детям килограмм наверно 10 себе под пасху как раз вот поэтому скорее всего завтра ну или послезавтра мы ее с вами обязательно горюшина лишь нурфа соль мы ее обязательно с вами уже протестируем конкретно я помою все причин дала сначала в посудомойке вот все мыть в посудомойке можно все промою все насадки и завтра с вами будем или послезавтра будем ее тестировать ну и решили протестировать нашу новую электромясорубку заодно перекрутили детям фарш действительно очень быстро крутит мощная и где сделают что все-таки это необходимая вещь достаточно необходимая вещь в быту очень буду рекомендовать алинки чтобы они тоже приобрели нам не трудно конечно им перекрутить но я считаю что такая вещь должна быть в семье в быту обязательно большой большой привет у нас сегодня 14 апреля пятница и для пятницы я уже дома время шестой час и что и давно мы с вами не виделись и как обещала мы начинаем новый влог это будет пасхальный влог сегодня пятница страстная пятница и что я буду сейчас делать я буду делать заказ продуктов мне нужно заказать продукты потому что я наверное уже вам говорила что я с опарным тестом не дружу и буду печь творожные куличи в прошлом году я первый раз пекла творожные куличи понравилось и мне и моей семье в общем то получилось очень вкусно поэтому я повторю в этом году и тоже испеку творожные куличи ну естественно будем с вами красить яйца на неделе мне было некогда этим заниматься поэтому может быть уже все наверное нормальные люди покрасили яйца и спекли куличи завтра пойдут с утра светить ну а я завтра с утра буду только печь вот а чтобы печь мне нужно сделать доставку продуктов тому же продукты нужны еще и для того чтобы собрать какой-то стол у нас была идея выйти на шашлык сюда в лесок я понимаю что на дачу нет смысла ехать на один день в понедельник на работу и поэтому мы решили что мы пойдем в гости к нашим к нашим друзьям клюсенькие клеши как горешь агрете грёнах лапку сломал наш а вот поэтому гипс ему снимают только 28 апреля поэтому мы на пасху будем заседать у люда с лёшей им так удобнее а вот дети у нас по своему плану вот и горюшка и или я или горюшка конечно сходят с утра мы по христосимся отнесем яйца куличики для зазульки для нашей маленькой принцессы вот и поэтому собственно говоря надо сейчас сделать заказ продуктов потому что нужно собрать помимо шашлыка будет еще какой-то стол ну понятно яйца куличи с люси вчера разговаривали готова давай стандартно что-то готовит оливье так хочется летом то особо такие салаты не сильно готовим до оливье шубу на общем подумаем она должна позвонить мне мы созвонимся и решим скорее всего я говорю мы повторяем вообще полностью повторяем пасху прошлогоднюю меня кстати этого влога на ю тубе нет он есть на дзене вот но чтобы вам не искать он практически будет похож на этот влог но тем не менее общем даже будет наверное стол такой же как в прошлом году но главное чтобы было вкусно главное чтобы было весело главное чтобы было от души поэтому сейчас делаю в сбермаркете заказ продуктов люсенька мне позвонит мы с ней обсудим меню завтра игорюшка купит мясо замаринует вот ну и собственно говоря добро пожаловать в новый влог девчонки очень редко будут сейчас влоги я уже говорила почему я не хочу чтобы вся моя жизнь сводилась камере вот я человек достаточно ну скажем так занятой да то есть я с утра до вечера до вечера на работе вечером прихожу с работы мне хочется пообщаться с семьей зайти к внучке поговорить там пообщаться и я как в какой-то момент вы знаете так это произошло в какой-то момент я поняла что вот я делаю какой-то шаг и понимаю ой а это для влога надо снять ой а это давно влога надо снять и что-то как-то поднадоело если честно и поэтому вот ну что я до этого снимала сидя на больничном практически одно и то же покупки обзор покупок у нас с вами была был и что я завтракала что я обедала там незначительные какие-то там может быть шаг влево шаг вправо вот праздник пасхи поэтому я поснимаю как мы готовимся к пасхе красим яйца печем куличи как мы заседаем за столом покажу вам люсеньку лёшу давно не виделись вот ну а дальше что дальше какие там у нас праздники в общем то буду стараться такие более какие то чтобы эти влоги были значимые вот они вот каждодневные мне каждый день просто нечего снимать поэтому я делаю такие долгие перерывы чтобы и с вами поболтать было что рассказать о чем поговорить вот я мы к пасхе в принципе готовы я бы перестирала шторы мы помыли сделали уборку вот так то в принципе единственное не мыли еще балконные окна но была погода не погода сделаем это немного попозже думаю ничего страшного вот а так все одно и то же дом работа работа дом к детям заходим с внучкой общаемся а вот поэтому ну простите они будут редкие влоги не такие как раньше не каждый не каждую неделю я буду выпускать хотя вдруг что-то изменится будет что-то интересненькое и у меня будет чем с вами поделиться я с удовольствием вот я уже говорила это в предыдущем влоге я сейчас не так часто в ю тубе вот я набрала нужный материал не к праздникам и я расслабляю себя фильмами то есть мне сейчас как-то это больше по душе смотрю фильмы в основном это комедии какие-то там мелодраматические комедии вот ну и конечно захожу захожу в гости к своим любимым девчонкам блогерам вот радуюсь за их успехи кто-то строится кто-то переезжает кто-то едет отдыхать вот но в общем влог у нас пасхальный поэтому мы в этом влоге будем с вами готовиться к пасхе печь куличи красить яйца и собственно говоря встречать это светлое христово воскресенье поэтому оставайтесь нами не переключайтесь привезли доставку со сбермаркета заказывала в магазине метро и давайте быстренько пробежимся немного химии заказала кондиционер для белья цветущий апельсин и роза почти 4 литра 375 никогда такой не заказывала решила попробовать шампунь пользуюсь таким шампунем алинка моя его бракует и не знаю мне что-то нравится гель для стирки так а сколько здесь сколько здесь 6 килограмм большой лоск губки так из химии все далее заказала фит парад сердечки 800 грамм 255 рублей стоили сахарную пудру сливочное масло кетчуп под шашлычок первый раз тоже беру укроп петрушка для шашлыка майонез из овощей редиска лук огурцы болгарский перец очень люблю вот такой вот длинненький кстати он сладкий сладкий помидоры черри селедку все-таки решила я делать селедку под шубой люсенька будет делать оливье белые яйца завтра буду красить даже в холодильник класть их не буду и апельсины нужен мне по сути один апельсин я заказала думаю пусть будет но самое интересное девчонки я заказывала 5 пачек творога на куличи от ворога не было я конечно в шоке в таком большом магазине и не было творога надеюсь игорюшка завтра в дикси успеет ухватить иначе мы останемся без куличей придется покупать время уже достаточно поздно в 11 часов мы естественно и мы заказ привезли раньше пока поужинали вот я только разобрала его сейчас разложу по местам и и завтра с утреца не буду долго засыпать начну красить яйца и печь куличи если повезет с творогом вот работает посудомойка сейчас решила не мыть посуду все убрала в посудомойку быстренько сейчас все разберу и пойду отдыхать так что вот так в таком большом магазине и не было творога сахарная будра в принципе у меня тоже была но я решила под заказать еще вот такой небольшой заказ в принципе расплатилась я бонусами от спасибо что очень удобно накопились у меня там накопилась определенная сумма и решила ее списать вот до завтра девчонки и мальчишки всем самого доброго утра и отличного настроения сегодня у нас суббота 15 апреля на часах десятый час я не так давно проснулась смотрю мультики и готовлю себе завтрак уже заварила кофе и соскучилась очень по хачапури девчонки сегодня на завтрак у меня ленивый хачапури лепешка вот такая прям соскучилась делала ее без творога только сыром вот сейчас позавтракаю и сегодня очень много дел у нас подготовка к пасхи будет сегодня у нас на полдня я точно проведу на кухне я уже вот смотрите вчера которые яйца привезли со сбермаркета я даже не клала в холодильник сейчас их помою чтобы они были комнатной температуры но так говорят чтобы они не полопались хотя у меня все все равно они лопаются но не знаю как получится кстати одно вчера нашла здесь битая нужно будет заменить на коричневая вот я три десятка всегда варю 12 яиц я выставляю на тарелочку с куличом как 12 апостолов вот ну алиночки обязательно с дошулькой отнесем вот ну и конечно к люсе возьмем с лёшей в общем сварю три десятка я думаю хватит вот и что сейчас если игорёшка купит творога я буду заниматься куличами представляете в большом таком магазине в метро не было вчера творога но прям удивительно так ладненько апельсины тоже вот хорошие купила прям такие толстокожие видно это цедрочку будем сдирать с него в общем сейчас завтракаем а потом а потом занимаемся делами этот пытаюсь справиться с завтраком очень сытная лепешка получается это сырная хачапури этот смотрите толстенький всегда у меня получается всегда вам показываю в общем всем кто сейчас завтракать я тоже желаю приятного аппетита и что девчонки сейчас будем включаться в работу я уже к вам без патчей сегодня вышла сняла я сейчас держу очень недолго чувствую что начинает стягивать кожу я уже их снимаю сейчас только надо покремиться еще не кремилась что хочу сказать если вдруг так окажется что не будет врага ну купим готовые куличи и только покрасим с вами яйца а если будет творог ну значит так должно было быть будем сразу речь все поели кофе попили творог есть за работу работы выше крыши я думаю что успеем время без 20 10 я думаю все должны успеть они так у нас еще некоторые воскресенье светят куличи с утра можно сходить пораньше вот потому что собираться мы будем завтра не раньше 12 а то и часа чтобы хоть немножечко распогодилось потому что на улице холодрыга холодрыга такие теплые дни стояли и тут на тебе холодина ну природы нет плохой погоды что делать так ладно отключаюсь но ненадолго я уже поставила варить яйца положила туда два коричневых вот положила туда свой гаджет который мне помогает понять насколько яйца сварились единственной девчонки смотрите залила кстати их помыла залила теплой водой а ну вот смывается вот эта надпись здесь розовенькая надпись была вот видите я их помыла стерла немножко и сейчас вот они может быть в воде полежат и она тоже эта надпись отойдет в общем яйца у меня были комнатной температуры я их все равно помыла прям хорошо сфере каждое яйцо помыла и залила теплой водой даже не комнатной теплой водой и присолила и теперь они у меня варятся надеюсь что полопаются я больше чем уверена полопаются но надеюсь что это будет минимальное количество ну а здесь я собственно говоря готовлюсь уже к самому процессу я постелила на стол на столешницу сюда пищевую пленку дальше на эту пищевую пленку я буду класть вот так бумажное полотенце девчонки это делаю для того можно было бы просто как я делал в прошлом году бумажное полотенце положить но дело в том что просачиваются просачивается краска и пачкается столешница и она не сразу отмывается к моему удивлению вот по посему решила подложить все такие пищевую пленку чтобы наименьшее пачкание у нас было и сюда буду выкладывать уже доставать из краски яйца чтобы они просыхали затем их растительным маслом натру и буду складывать пока знаете куда вот сюда девчонки пока буду складывать тоже вот а потом переложу в корзиночку и вот у меня получилось 6 стаканчиков 7 да даже 7 сейчас достану краску у меня там просто немножко разнятся цвета вот и для каждого стаканчика будет своя ложечка в общем сейчас я вам покажу что буду дальше делать так у меня одна краска вот такая вот была заказывала на озоне я ее здесь значит зеленый синий красный желтый и на вал берез заказала вот эту краску здесь розовый красный зеленый желтый и голубой все таки разнятся цвета я сейчас попробую пересыпать стаканчики посмотреть насколько эту пачку пока трогать не буду я думаю что мне хватит вполне даже останется так сейчас пересыплю стаканчики мне кажется все равно вот здесь вот красный а здесь видите розовый есть зеленый может разниться цвет сейчас посмотрим девчонки так вот какие были во второй пачке желтый зеленый голубой красный и розовый значит как я всегда делаю я просыпаю высыпаю краску стаканчик заливаю кипятком и добавляю одну-две столовые ложки уксуса вот собственно говоря что сейчас я буду и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, я думаю, что красивые должны получиться они Вот уже Все, сейчас пеночку сниму, прикручу и будем с вами красить Так, гаджет мне показывает, что они уже все сварились Вижу, вон полопанное есть яйцо Вот, ну, что делать? Что делать? Я говорю, у меня ни разу такого не было, чтобы они вот идеально все были Не потресканные, вот ни разу не было Ну, я уже что только и не пробовала И комнатной температурой яйца были и заливала теплой водой Вот как сегодня и как в прошлый раз И солила И, в общем, я не знаю, вон коричневые виднеются Кто-нибудь, может быть, какой-то другой лайфхак знает по этому поводу Я вот нет И все равно бывают потресканные Еще минуты, наверное, 3-4 я их подержу Пусть они покипят И будем с вами их уже красить Я прямо из кастрюли буду их доставать И в стаканчике с краской Субтитры подогнал «Симон» Так, ну вот такие вот у меня получились яйца Закрашенки Нормально, девчонки Вот видно сразу вот эти вот перламутровые яйца Вот Какие-то получились, какие-то не очень Но, вы знаете, я думаю, что ничегошеньки страшного Зато как будет радоваться Дашулька, когда мы ей принесем крашеные яички Вот 31 штука Вот, даже не стала я вот одно обтерла растительным маслом Думаю, не буду больше Красиво сейчас напеку куличей Красиво уложу И будет красота Разноцветные, красивые И, в общем-то, я довольна краской Особенно вот этой вот перламутровой Все-таки красивой Видно, что яйца такие вот блестючие Блестючие В общем, вот Продолжаем Теперь сейчас буду все подготавливать к куличам Ну что ж, а я приступаю к очень ответственной миссии Начинаем печь с вами куличи Итак, кулич номер один Первый рецепт Что мне для этого понадобится? 360 грамм творога 4 яйца 100 грамм изюма 100 грамм цукат 2 чайные ложки разрыхлителя 80 грамм сливочного масла 180 грамм сахара И 300 грамм муки Это для теста, для самих куличей Для глазури я буду делать отдельно И для рецепта первого И для рецепта второго И скажу потом, что нам для этого понадобится Вот И что? Буду печь вот в таких вот формах У меня 4 вот такие вот формы И взяла 2 вот такие малюсенькие Если понадобится Это на рецепт номер один Вот Для Дашулечки сделаю такие маленькие И замешивать буду тесто Вот в этой миске Значит нам понадобится что? Обязательно сито Я когда куличи делаю Всегда просеиваю муку через сито И еще что нам понадобится Из техники Это блендер Так как мы будем перебивать творог блендером И когда будем делать глазурь Будем взбивать белок С сахарной пудрой Вот Ну что? Приступаем Сейчас я буду вам показывать Что, зачем И как Сливочное масло нам понадобится Растопленное Предварительно его нужно будет растопить Дальше, девчонки Вы можете варьировать Я вот в этот первый рецепт Хочу добавить тоже цедру лимона Кстати Я забыла Вот еще мой прибамбасик Который мне понадобится Вот Немного потру еще цедру лимона Я люблю, когда, знаете Вот таким вот цитрусовым вкусом Куличи отдают Вот Хотя по рецепту Здесь цедра лимона Цедра апельсина нет Апельсина, прошу прощения Она идет во второй рецепт Но я решила и в первый тоже Добавить цедру апельсина Итак Замешиваем тесто Берем творог Вбиваем яйца Я прошу прощения за мой голос Я осипла И сахар Далее добавляем растопленное сливочное масло И перебиваем творог Сахар, яйца и масло Блендером Далее добавляем разрыхлитель И просеиваем муку Заранее уже хочу сказать Что куличи получились Очень вкусные Добавляем цукаты Изюм Перемешиваем И я таки натерла Немного цедры апельсина В это тесто Поэтому девчонки Влог вот такой вот запоздалый Потому что я два дня Вообще не разговаривала Вообще Просто шептала Ну думаю Ну куда уже тянуть Поэтому простите За мой осипший голос Вот собственно и все Тесто готово Запах обалденно вкусный получился Да и куличи еще раз хочу сказать Очень вкусные Формы смазала растительным маслом Хотя в тесто мы добавляли масло Но я решила подстраховаться Смазала дно Бортики И выкладывала тесто Ну Смотрела конечно по формам Но у меня в принципе Они получились прям полные А выкладывала тесто До половины точно До половины формы И в духовку Я даже не могу вам Точное время сказать Я смотрела По своей духовке А вы ориентируйтесь На свою духовку Вижу верхушечки зарумянились И я отключила И вытащила их Ничего абсолютно не подгорело Они получились румяные Красивые Единственное Где-то на куличи У меня полопалась верхушечка Но это не страшно Глазурью мы потом все замазали Вот примерно вот так Получилось тесто В формах И отправила В заранее разогретую Духовку До 180 градусов Из этого количества Теста у меня получилось Четыре Хороших Таких кулича Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рецепт Второго кулича Да в принципе Как и первого Я брала на просторах Инета Этот рецепт Здесь получаются Куличи более влажные Но не менее вкусные Что нам для этого понадобится Творог Тоже 360 грамм творога Также 4 яйца 300 грамм муки 1 апельсин Цедрочку мы снимем в тесто И еще выдавим Апельсин Сок апельсина Целого апельсина Тоже в тесто Отдельно Так 300 грамм перемолотых Овсяных хлопьев Щепотка соли 120 грамм растительного масла 12 ложек сахара Здесь у меня и тростниковый И белый Вот 2 чайные ложки разрыхлителя 180 грамм цукат Можно добавить еще изюм Если хотите чернослив Курагу Но мне больше нравятся Куличи с цукатами И соответственно глазурь Будет такая же Как и на первый рецепт Но я ее буду делать отдельно Нам для этого понадобится 2 белка И 40 грамм Сахарной пудры Вот Белки мы будем взбивать Добавлять сахарную пудру Получится такая нежная масса И будем намазывать куличи Сверху И украшать Но для начала Замешиваем тесто По второму рецепту Я взяла вот такой вот Большой тазик Потому что здесь у меня будет Тесто больше И что Ну и тесто Замешиваем Практически Так же Как и в первом рецепте То есть Смешиваем творог Яйца Добавляем сахар Щепотку соли И перебиваем Эту массу Блендером В отдельной миске Смешиваем Муку И перемолотые Овсяные хлопья Муку Обязательно Тоже просеиваем Туда же Добавляем Разрыхлитель Вот в эту Сухую массу И затем Добавляем Разрыхлитель Да, как я уже сказала И затем Эту Сухую массу Добавляем В творог Перебитый Затем Добавляем Растительное масло И цукаты И Затем Перетираем Цедру апельсина Я все это делала На глаз И выдавливаем Сок Целого апельсина То есть Я разрезала апельсин На две половинки И выдавила Так Щедро Выдавила сок Этот второй рецепт Будет несколько Влажный Достала уже Первую партию Куличей Но и первый рецепт И второй Очень вкусные Очень Я носила на работу Девчонок угощала Всем очень понравились И Люсеньке понравилось Когда мы к ним ходили Я носила И Алиночке с Денисом С Дашулькой И на работе Девчонкам И Игорешке В общем Знатные Получились куличи Я довольна Я обязательно Вам покажу Их в разрезе И так же Раскладываем Тесто По формам И отправляем В духовку Вытащила я Куличи По первому рецепту Получились Вот такие Вот высокие Здесь немножко Треснуло Но ничего Мы глазурью Это дело Все замажем Вот И сейчас Я их вытащу Из формы И Буду закладывать Тесто По второму Рецепту Хочу показать Вам их поближе Я их вытащила Из формы И Они еще Правда горячеватые Но покажу Что они Пропеклись Они не подгорели Они все Пропеклись Сейчас они Остынут Чтобы я их Остывшие Смазывала Вот То есть Все Минут сколько Минут 25 Они у меня были В духовке Аромат Божественный Аромат Просто Божественный Закладываю Тесто В форму И Хочу сказать Что здесь У меня получилось Три полноценные Вот такие Вот формочки Такие Прям Хорошие И Одна Форма Получилась Не то чтобы Больше Она шире Просто Сделала Пошире Кулич И вот Вы потом Посмотрите Когда я покажу В разрезе Они будут Отличаться Первый Рецепт От второго Но Оба Рецепта Очень Быстро Готовится Тесто Ну Немножко Вот этот Второй Подольше Потому что Там перемолоть Нужно Овсяные Хлопья В муку Но Вообще В принципе Достаточно Быстро Просто А самое главное Какие получаются Вкусные Куличи Вот эта форма Широкая Она более Шире В этой форме Всегда Делаю Ленивую Ачму И тоже Заложила Тесто Отправила В духовку Осталось Делать Глазурь Вот и Вторая Партия Куличей Готова Получилось Пять Замечательных Куличей Ароматных Я их Выкладываю На досочку И Глазурь Не показала Как я Сделала Но В общем-то Все просто Отделила Белок От желтка Взяла Два Белка И Взбила Их Блендером До пенки И постепенно Добавляла Сахарную Пудру И взбивала Прямо До таких Знаете Вот До таких Вот я показываю До таких Пиков Что вот У меня Вообще Ложка Можно сказать Стояла Там И Смазывала Куличи Глазурью Это В общем-то Такой Знаете Тоже Творческий Процесс И Укладывала Уже На Блюдо А Сверху Еще Обязательно Будет Посыпка Я не Сказала И Причем Я Знаете Как я Разделила Я Первый Рецепт Вот у меня По первому Рецепту Куличи Я их У меня Была Одна Посыпка А Влажненькие Куличи По второму Рецепту Я посыпала Второй Посыпкой Другой Чтобы Различать Их Итого У меня Получилось Девять Ароматных Вкусных Куличей Намазг Потом Застынет И В общем-то Не будет Пачкать Ни руки Ничего Здорово Какая плотная Консистенция И Прям В аккурат Как раз На девять Куличей У меня Вот Этой Глазури Хватило Если Смотрите Там Сами По Сахарной Пудре Может быть Кто-то Будет Больше Добавлять Чтобы Там Более Сладкими Они Были Она Была Точнее Я Старалась По Рецепту Делать У меня Пять Куличков Вот Этот Большой И Здесь Четыре Девять Штук Получилось И Вот Сейчас Такой Посыпочкой Буду Их Посыпать И Все И Уже Через Полчаса Игорешка Пойдет В храм Освещать И Яйца Яйца У меня Готовы Я вам Показывала Сейчас Доделаю Куличи И Еще Показываю Ну что Последний Штрих И Куличи Готовы Вот Я Разными Посыпками Посыпала Специально Чтобы Понимать Где У меня Рецепт Номер Один А Где Рецепт Номер Два Получилось Девять Замечательных Вкусных Куличей И Я Когда Пекла Куличи Смотрела Прямую Трансляцию С Иерусалима С Храма Гроба Господня Мне Это Все Очень Близко Еще И Потому Что Я Там Была Я Там Была В 18 Году Когда Мы Ездили В Турцию С Люсей И С А Линкой И Когда Я Пеку Куличи И Крашу Яйца Я С Нетерпением Жду Схождения Благодатного Огня Говорят Если Благодатный Огонь Сошел Вот Он Тут Видно Что Он Сошел Значит Следующей Пасхе Быть Я Специально Оставила Прямой Звук За кадром Потому Что Там Прям Слышны Мои Всхлипы Я Прям Всхлипывала Я Прям Плакала Насколько Вот Наверное Очищалась Что ли Или Умилялась Тем Что Это чудо Произошло Ведь Это Действительно Чудо Нам Дали Еще Один Год И Возможно Мы Должны Мы Люди Должны Подумать Осмыслить Более Более Тонко Что ли Свою Жизнь Потому Что Вот Таким Образом Господь Нам Дает Еще Один Шанс Еще Один Год То есть Благодатный Огонь Сошел Следующей Пасхе Быть И Вот Я Показываю Собственно Говоря Плод Субботнего Труда Крашеные Яйца Это Специальная Тарелочка Где 12 яиц Как 12 Апостолов И Кулич И Вот Здесь Тарелочки Тоже С яйцами Вот И Сейчас Игорешка Пойдет Их Освещать В Храм У нас Уже Вечер 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 Время 9 часов Мы Поужинали И Игорешка Мне Почистил Овощи Нарезал Лучок Я Вот Так Вот Очень Быстренько Быстренько С помощью Своего Вот Этого Агрегата Сделала Селедку Под шубой Хорошо Очень Просматриваются Слои Вот Сделала Такую Большую Ладью Такой Большой Большой Салат Нас Будет Завтра Много Еще Будут Детишки Люсеньки Ярослав С Настей Вот Так что Все Сейчас Она Пропитается До Завтра Я Пока Сейчас Тут Все Под Шаманю Спаси Господь И Сохрани Прошу Тебя Дай В жизни Направление Немного Счастья Радости Любви Родным Здоровья Ну а мне Терпенья Прошу Господь Кричу Из Тем Ты Не Забирай Еще Не Все Сказали В Стране Моей Несбывшейся Мечты В Стране Моих Несбывшихся Желаний Всем Самого Доброго Утро Христос Воскресе Всех Поздравляю С Замечательным Добрым С С С С С С С С Божьей Благодати Вам Всем Крепкого Здоровья Мира Душевного Равновесия Уверенности В Завтрашнем Дне И всего Самого 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 Наилучшего Мы Уже Давненько Встали Мы Уже Даже Позавтракали Вот Поэтому Сейчас Покажу Вам В разрезе Куличики Какие Получились У меня И мы Немного Спешим Сейчас Идем К детям Хотим Отнести Им Крашенки Куличики Тоже И Потом У нас Совершенно Немного Времени На подготовку Собираемся У Люды С Лешей Праздновать Праздник Светлой Пасхи Это Светлое Христово Воскресенье Пусть У всех Будет Хорошее Настроение Мир В душе Покой Радость И В общем Да Этот Праздник Очень Очень Любим Вот Абсолютно Не меньше Чем Новый Год Так же Всегда С нетерпением Ждем Схождения Благодатного Огня Я вам Ранее Показывала Тоже Я смотрела Трансляцию По телевизору Как раз Пекла И Наблюдала Смотрела Вот Поэтому Это очень Светлая И погодка Сегодня Кстати Радует На улице Холодно Но солнечно Вот Ладненько Побежим К ребятам Сбегаем Отнесем им Вкусности И будем Готовиться Игорешка Будет шашлык Жарить Сегодня С Ярославом Должен Ярослав Подъехать Ну а там Не знаю В общем Спешим Спешим Поэтому Даже Вам Не покажу Сейчас Девчонки Это я вам Показываю Куличик В разрезе По первому Рецепту То есть Не туда Куда мы Выжимали Апельсиновый сок Сюда только Терли цедру Лимонную Вот так Вот он Выглядит Рецепт Номер два В разрезе Я вам Тоже Обязательно Покажу Куличики Очень вкусные А вот Девчонки Я разрезала Кулич По второму Рецепту Он вы видите Немного темней Отличается Вот от первого Это Влажный Кулич Который Сюда Мы Добавляли Прям Я Щедро Добавила Апельсинового Сока И это Тот Кулич Где В составе Теста Присутствуют Молотые Овсяные Хлопья Игорешки Вот этот Кулич Понравился Больше Я специально Сделала Их разными Здесь Вот такая Посыпка А здесь Вот такая Посыпка То есть Вот он Ну они И так-то Отличаются Но вкусные Оба Но Игорешки Почему-то Он потяжелее Естественно Вот этот Кулич Игорешки Больше Понравился Вот такой Ну сейчас Собираемся К детям Сейчас Отнесем Алинке Дашульке Денису Яйца Куличики Свеченые Вот Отнесем И тот И тот Чтобы они Попробовали Тоже Этот вот Прям беленький Такой Отличается Видите Из-за Овсяных Хлопьев А этот Такой Темноватый Но он прям Он и на картинке Где я брала Был вот такой Вот влажноватый Вот Ну очень вкусно И тот И тот Очень вкусный Идем от детей Ходили к детям Поздравились И я хочу сказать Погода на улице Сегодня Неожиданно Как бы Ну Мы думали Будет хуже То есть В принципе Тепло Вот В принципе Даже знаете Как-то Вот мне кажется Можно было бы На улице посидеть Но Мы уже просто Определились Что будем сидеть Дома И Из-за Леши Вот В принципе Из-за Леши Потому что Леша Ему на костылях Неудобно будет На улице В лесу Вот А так В общем-то Погода Такая Дачная Такая Шашлычная Я бы сказала Солнышко Я достаточно Легко одета Поэтому Погодка Удивила Было намного Холоднее И По прогнозам Вообще Сегодня сильный Ветер И 7 градусов Вот Ну Я думаю Что наверное Уже градусов 10 есть По ощущениям Потому что Ну Хорошо Я бы даже Очки одела Вот Ну Я не знаю Может быть Где-то в лесу Будет Попрохладнее Вот Но Вполне Можно было бы Посидеть В лесу Пожарить шашлык На горюшке идет Мусор выносил Ну Уже как есть У нас Тигренок С поломанной Лапкой Поэтому Даже из-за него Может быть даже Дашульку Можно было бы Потеплее Деть Выйти Это самое Но дети у нас По своему плану Вот Поэтому Всех с праздником Еще раз Увидимся Всем еще раз Большой привет Еще раз всех Со светлым Христовым воскресеньем Ну А я жду Игорешку С минуты на минуту Должен подойти Игорешка Я уже собрала сумки Все упаковала У Люси только Нарежем овощи Потому что я резать не стала Чтобы знаете Сок не давали Вот Возьму салат Салютку под шубы Ну В общем Мы готовы Сейчас Игорешка придет И Пойдем Отмечать праздник Люсеньке Я вот в таком костюме Я в принципе Его частенько одеваю Он такой домашний Мне в нем удобно В принципе Если бы была погода Мы бы были бы на шашлыках И там бы форма одежды Была примерно такая же Поэтому Поэтому да Мне удобно Мне комфортно Это самое главное Встретимся у Люсеньки с Лешей Мы едем Мы едем К Люси с Лешей Отмечать праздник И К Люси скажи что-нибудь Мы едем К Люси с Лешей Отмечать праздник Христос Воскрес Христос Воскрес Дорогая редакция Категорически приветствует Дорогих перезрителей И Христос Воскрес Всем привет С праздником всех С Пасхой Со светлым праздником Мира Добра Солнышко в душе Я не знаю Гармонии с собой С окружающей Люсенька У нас почти готов Сюда осталось Принести только мясо И еще зелень подрезать Вот Оливье у нас Шуба В прошлом году Была Оливье И мимоза В этом году Оливье и шуба Молодые ребятки У нас привет Да А то Крайний раз На видео У нас только Владик Мелькал с Аней А теперь вот Наконец-то У нас Ярик С Настей появились Все Скоро будем праздновать Завем вас с собой Вот наша костяная ножка Да И все И у нас уже все готово Вот шашлык Еще горячий Поэтому мы прям садимся И уже праздную Ну давай сам Садись С края Вот я с края Слава Тигренок лапку сломал Поэтому мы сегодня Такая погода А мы дома Ну ладно Садимся Люсенька Ну что Давайте Поднимаем Христос воскрес Воистину воскрес Воистину воскрес Воистину воскрес Ура Всем Божьей благодати Мира и добра И здоровья Крепкого Крепкого Показываем вам вид Слюсиного балкона Там вон люди тоже гуляют Шашлычатся Смотрите Ну погодка конечно сегодня Но у нас просто Видите Тигренок С лапкой сидит С больной Тигренок Вот А так все хорошо Ну помашите ручку Горюша, ты? Горюша! И тигренок. И горюшка. И тигренок. Класс. Мне трудно говорить, я лучше вам спою. И не увиди слез моих вам никогда. Мне трудно говорить, но тайну мне свою. Еще трудней хранить в себе и навсегда. Мне трудно промолчать, огонь любви моей. Пылает с каждым днем все ярче, ярче, ярче. Боюсь наступить час, когда огонь во мне. Все уничтожит, станет все иначе. Это ты как будто играешь, да? И ногой на педали жмешь. Ну как будто ударные, да, у тебя? Леша, вот ты двумя руками играешь, но одной рукой. Вот, вот так да. Мне трудно говорить, но не нельзя молчать. С баквакалом. Огонь горит и все во мне уничтожает. Мне трудно говорить, а на столе свеча неслышно плачет, медленно сгорая. Мне трудно говорить, я лучше вам спою. Под капельки дождя, по слезы теплой ночи. И пусть свеча горит, и плачет пусть свеча. Я дописав, дарю вам эти строчки. Хочу сфоткать нас всех, а мы не помещаемся. Ну как пи...